Здарова, комрады, с вами Аргумент600, и вы, наверное, в своих новостных лентах уже давно успели заметить вот этот телефон. Nokia говорит то, что это Nokia 3310, но если приглядеться, то вот в этом смартфоне вообще не видно старой доброй Nokia. В общем-то, это очевидно. Но почему? Вот что этому девайсу не хватает до того, чтобы стать или повторить успех хотя бы 3310 Nokia? Во-первых, судя по всему, производитель совершенно не понимает, в чем был успех Nokia 3310. Ну, если вот в сторону все шутки по поводу того, что это неубиваемый смартфон, и можно играть как кирпичом и так далее, вот если это все откинуть, то на самом деле ситуация довольно плачевная. Во-первых, из серьезного мобильного телефона в свое время они сделали игрушку. То есть, ну реально, это вот это воспринимать всерьез, ну как по мне, это нереально. Старая добрая 3310, это был действительно серьезный телефон в своем классе. Он выглядел довольно стильно, его просто, ну, банально не было стыдно достать и положить на стол в компании. Более того, если мы поставим дизайн один к одному, вот эти вот два устройства, уберем всякие красивые рендеры, уберем из внимания то, что, естественно, там дисплеи разные, то, черт подери, вообще-то дизайн старый 3310 выглядит даже лучше. Я уж не говорю про то, что преемственность нарушена полностью. Подход к проектированию тоже совершенно другой. Этот девайс сейчас никому не нужен. Для тех, кому нужен действительно там какая-то звонилка, которая там месяц держится, пожалуйста, есть Philips уже давно на рынке. Они говеные, я просто, ну, вопросов нет, они действительно плохие. Но я не уверен в том, что вот это будет лучше. Во всяком случае, даже Philips отлично смотрятся. И когда ты видишь у человека Philips, то ты прекрасно понимаешь, что, ну, да, чуваку нужно просто быть на связи 24 на 7. Тогда, когда вот это, ну, я не могу это никак объяснить. Естественно, на мой взгляд, коммерческий успех просто, если не невозможен, то под сильным сомнением. То есть этот девайс не обладает бонусом. И ради бога, зачем ему камера? Нокия 3310 с камерой? 2 мегапикселя? Серьезно? Зачем? Вот зачем это? Вместо того, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены в Нокия 515, они сделали просто какую-то ерунду и привлекли к себе, на мой взгляд, неоправданное внимание. В итоге это просто оказался маркетинговый телефон, который, ну, я не знаю для чего он. То есть просто для виду сделать какой-то девайс, который там пробуждал бы какие-то ностальгические чувства, вот не получилось, как по мне. Тем более, вот такой вот имиджевый, это фактически имиджевый товар. Выпускать компании, у которой не все гладко с денежными средствами, тоже зачем, не совсем понятно. В итоге какой-то пшик, непонятный для чего и для кого. В общем-то, это все, что я хотел сказать про Nokia 3310 образца 2017 года.